Одесса отметила 29-ю годовщину независимости нашего государства. На Приморском бульваре уже в 12-й раз состоялось традиционное мероприятие Вышиванковый фестиваль, который в этом году длился 4 дня и завершился 24 августа в День независимости Украины. В этом году карантин внес свои коррективы в проведение фестиваля. Ограничили количество участников, были введены новые правила, однако все желающие могли насладиться праздником. Приобрести изделия народного искусства у мастеров, которые приехали из безопасных зон, сфотографироваться в вышиванке, чтобы попасть на коллаж вместо традиционной вышиванковой цепи, принять участие в автопробеге и поделиться тем, что для них значит этот праздник. Я ревестница независимости Украины, и это очень символично, потому что я на самом деле не помню, что было до этого. Мои внутренние впечатления такие, что сейчас, как мы построим свою Украину, так и будет, и полностью несу відповідальность за нею. И за то, чтобы уберегать независимость, отстойвать ее, и принаймні раз на рік, святкувать ее, и взагалі зрозуметь ее ценность в жизни каждого человека, проводжу в вышиванку и фестиваль. И, власне, закликаю всех, чтобы сделать что-то в своем жизни, в буденном жизни, чтобы День независимости Украины, ты загадывал про свою громадскую позицию, про то, что ты громадянином этой страны, из гордости, потому что мав за плечами, что показать. Вы знаете, что сейчас, последние 6 лет, произошла война на Сходе Украины. Я не пошел воювать саме на Схід, намагался, как волонтер, помогать, и считаю, что это нужно, как мой обязательный. Если не воювать, то хотя бы показывать, что Одесса – это Украина. Независимость – это то, что має быть в сердце каждого украинца. Независимость, я имею в виду, своя страна, ее нужно сохранить. Потому что, как мы знаем, если ты не обратишь внимание, как бы ни что, если ты не даешь этому раду, то оно может снижаться. Независимость дала мне возможность заниматься украинским традиционным гончасом, традиционной керамикой, изучать безусловно ту керамику, которую использовали наши дяди и прадеды. Это независимость, это моя, это моя мова, моя культура, моя страна. В целом страны, не Схид и не Захид, а это в целом. В День независимости состоялся патриотический автопробег, среди многочисленных участников которого был и национальный корпус. Это как символ того, что мы все едины, и что нужно быть вместе, и святить даже в часы пандемии, даже в часы карантину. Но мы сидим в своих автопах, мы не контактуем один с одним, но все равно мы объединены одной миссией, и одной Украиной. В целом, как отмечают организаторы, гости и участники были дисциплинированными и соблюдали карантин, даже когда в мероприятиях принимали участие сотни людей. В следующем году в Одессе снова пройдет вышиванковый фестиваль. Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости, и организаторы уже приглашают на него.